Эта глава мы читаем про историю Кораха, когда Корах спорил с Моше, и все нам известно, что в конце концов, что случилось с Корахом, что земля открылась, и он попал туда, и все люди, которые с ним. Потом 250 священников, которые он собрал, умерли в страшной смертной смерти, а потом и спасут, после этого всего написано, что Всевышний сказал, что надо собрать Элазар, сын Аарона, он должен собрать эти сковородки, которые ползали для воскресения, эти 250, которые принесли, и надо делать какое-то украшение, жертвенники. И там написано, чтобы все вспомнили эту историю, и чтобы никогда никто не был, как Корах, который он сомневался, и считал, что неправильно, что Аарон избранный Коин Гадотт. Чтобы теперь не было такого, что человек сомневался о авторитете Аарона, как первосвященник, и его потомки, как Коини. Написано, что Каше, как Всевышний говорил, с Моше, диберашем бияд Моше, как Всевышний говорил, через Моше. Слово через Моше, это есть много слов, которые ползают Тора, чтобы сказать через Моше. Здесь ползают Тора бияд Моше, рукой Моше. Что значит рукой Моше? Раши говорит здесь, что здесь есть намек. Что на самом деле, человек, который будет подозревать, человек, который будет сомневаться о авторитете Аарона, тогда он в дальнейшем будет получить наказание, он будет получить наказание царат, проказа. Почему? Рука Моше. А что мы видим, что рукой Моше имеется в виду проказа. Почему? Потому что есть история, которая с самого начала, с самого первого раза, когда Всевышний появился Моше, он был еще в Медьяне. И он говорит, что вот, я тебя отправляю в землю Египта, чтобы сказать еврейский народ, что они выходят из Египта. И будут знаки, и там одно из знаков, что Моше вытаскивает свои руки, и руки царат, и в руки есть проказа. Здесь намокает Тора, когда говорит Тора, что как же, и Аарон, он должен быть первосвященник, его дети, его потомки должны быть коени. И это, как Всевышний говорил, в рукой Моше, не забудьте, что случилось в Моше, когда в Моше был проказа. Клиака здесь объясняет, что здесь происходит в рукой Моше, почему намокает именно то, а почему на самом деле Моше получил проказа, почему Томуд рассказывает, что Моше, он думал, что еврейский народ не поверит, и поэтому Всевышний его наказал на то, что ты сомневался, что еврейский народ поверит в тебя. Да, еврейский народ, да, поверит, да, верит в тебя. Ты думал, что нет, и поэтому ты получаешь проказа. Говорит Клиака, почему? Потому что если бы было правильно, что еврейский народ на самом деле не верил в Моше, тогда, когда первым Моше пришел в еврейский народ, тогда еврейский народ бы получил проказа. То есть мы видим здесь какие-то ассоциации наказания проказа, наказания царат и недостаточно веры в лидеры наши, и недостаточно веры в наши коины, наши священники. И объясняет Клиака очень красиво. Почему нам иногда тяжело воспринимать авторитет? Почему, когда приходит пророк, когда приходят коины, говорят, вот так надо делать, вот так говорит Всевышний, мы иногда не готовы его воспринимать как авторитет? Почему? Есть много причин, есть две основные причины, говорит Клиака. Есть причины высокой меры. Человек не хочет быть под какой-то авторитет еще человека. Он человек, я человек, почему я должен его слушать? А что он лучше меня? Есть еще одна причина. Иногда человек, очень часто, к сожалению, бывает в наших лидерах, в наших авторитетных лицах, что люди про него плохо говорят. А, ты знаешь, я его знаю уже давным-давно, с ним была такая история, ток-ток-ток. Или мы сами говорим, так и лошонара про него, или мы принимаем лошонара, и потом тяжело воспринимать его как авторитет. А, я должен слушать его, я знаю его в прошлом, я знаю, что он сделал. А эти две причины, говорит Талмуд Арахин в 16 листе, это две из причин, что человек получает наказание царат. Лошонара, это известно, что это приводит человека к царат. И тоже Гава в сокомерах тоже приводит человека и дает человеку этого наказания царат. Поэтому говорит здесь Торо, что если будут такие события в будущем, что человек сомневается и не принимает авторитет Аарон, как его коин, и начинает говорить, о, это не должен быть Аарон, я тоже могу быть святой, я тоже святой, все святой, и не надо нам лидеры, не надо нам эта авторитетная система, что есть лидеры наши, есть потом, есть ученики, есть ученики, нет, мы все святы. Не так. Со самого начала народа Всевышний установил систему, что есть авторитет, есть раввинами, есть лидеры, есть царь, есть шофей, есть судьи, есть эта система. Когда человек начинает ломать эту систему, или потому, что он чувствует себя, что не нужно, или потому, что какие-то лошонара, кто-то говорил, что-то про него, и мы перестаем, это вот называется ломается система. Мы должны это принимать систему, это не имеет значение, что человек не должен быть индивидуальным, индивидуальные цели, индивидуальные амбиции, конечно, есть место для индивидуальности. Каждый человек, каждый человек, есть свои амбиции, и свои местные идеи, он может быть, он может оказываться успешным, успехом, но это все при системе, авторитетной системе, которая, когда мы начинаем сомневаться в этой системе, тогда наш конец, мы должны всегда помнить, не дай Бог, что конец, такие люди, это как Корах, и почему, потому что должна быть такая крепкая система. Это был мысль на главу Кораха. Шават шалом. Шават шалом.